Ну что ж, приготовьте свои ладошки. Встречайте следующего участника. Жупанюк Николай, город Вараж, Киев. Коля, здрасте. Доброго дня. Доброго. Здрасте. Вы такой серьезный. Я потом прочитал вашу профессию и понял, что да, действительно. Кто? Медбрат-анестезист реанимации новонародженных. Так. В отделении реанимации и интенсивной терапии новонародженных и недоносных детей. Это очень серьезно. Так. Это серьезная профессия. Мы вам аплодируем. Спасибо за вашу профессию. Но вам только 20 лет. 21 лет уже. Пока за кулисами ждали 21 лет. Да. Скажите, пожалуйста, я имею в виду, что вы занимаетесь этой профессией 21 лет, так? Так. Вы закончили мединститут? Нет. Я навчаюсь и працюю на два года. А, параллельно. Так. Практика. Неплохо. А почему у вас друзья называют ниггер? А, так сквалося. Потому что я спеваю, танцую и... Ну, и трохи KFC люблю. KFC? Ну, добрый. Начинаем, бразио. Готов, Коля? Конечно. Поехали. Я працюю в реанимации новонародженных и недоношенных детей, так что, если запахло стальными нервами, это от меня. Я студент, и если запахло мивинкой и жареной картошкой, можете тоже не принюховаться. Я родился в Рівненской области. Это Янтарное королевство. Эльдорадо с штрих-кодом 4-8-2. Раньше там было модно учиться и заниматься спортом. Но теперь там модно копать янтарь, кидать школу и кидать школу. Вы знаете, я попал в першу лігу, так что я решил поступать в медунуверситет. И я разницу почув відразу. Когда ты открываешь окно в Киеве, ты видишь перед собой новые возможности. Когда ты открываешь окно в Кузнецовске, ты чувствуешь себя, как в Лас-Фегасе. Страх и ненависть. Вы знаете, я не сказал своей маме, что пойду на «Росмеши комика», потому что я не хотел спойлерить, когда я ей сказал, что в новых сезонах «Сватах» не будет Анатолича, а она со мной піврока не говорила. А вот давайте посмотрим повтор, пожалуйста. У Вобы есть улыбка на повторе. Это улыбка на тысячу гривен, друзья. Это улыбка на тысячу гривен. Ну, хорошо, хорошо. Я вам очень благодарен. Николай, вы проходите немного дальше. У вас есть тысяча гривен. Ну, а за вторую минуту тут уже, безусловно, нужно рассмешить. Готовы? Ну да, поехали. Поехали. Потримайте, пожалуйста. Вы знаете, как я сказал, я переехал, чтобы учиться в Киеве, и перед мной поставил выбор. Мне либо жить в гуртожитке, либо снимать квартиру. Я выбрал сразу гуртожиток, потому что я считаю, что те, кто снимает квартиру, это такие себе неорабы. Но посудите сами. У человека в контакте есть хозяйка, которая может прийти в любой момент, и навыше тебе лезть за то, что в ней дома не убрано. И еще и за это бабки из тебя дарят. Вы знаете, я люблю своего тата, но батя – это такая человек, что знает и делает все лучше, чем ты. Ты забываешь плентус, он говорит, плюнь на гость, чтобы лучше заходить. Ты едешь с ним за кермой, левее, левее возьми. И знаете, мне немного страшно, что когда у меня будет первый шлюб на ночь, где-то в темном номере готелю, будет заду стоять и он. Плюнь на гость, чтобы лучше заходить. Левее, левее возьми. Все, жопа. Кто сказал «Дизель-шоу»? Дякую вам, дякую. Приезжайте еще. Пока. Дякуймо. Добавайте. Спасибо, Николай. До дыбанки. Размеши свежного, сделай, чтоб парень спияться. Размеши свежного, и под столом валяться. Емоции, конечно, шикарные. Хотелось бы лучше выступить, но я думаю, что это через то, что первый раз. Надо больше стараться, больше писать, больше материала. И я думаю, что каждая спроба будет лучше и лучше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова